Государственник в кольце врагов. Так называют нового министра обороны России, близкие к правительству источники, пишет издание The Bell. Андрея Белоусова в Кремле считают человеком Путина. В окружении Путина он считается человеком, технократом, который равноудален от разных клановых групп и максимально верный лично Путину. При этом исполнителен и полностью контролируем. Это в принципе идеальный чиновник для Путина, который хотел бы вести порядок с обеспечением в вооруженных силах Российской Федерации. Министерство обороны погрязло в коррупции, погрязло в темных делах. Путин об этом прекрасно знает. Естественно, нужен человек, который беспрекословно будет выполнять приказы и сможет отводить механизм интеграции военно-силовой составляющей в экономические процессы Российской Федерации. Решение кремлевского диктатора убрать Шойгу и назначить Белоусова обусловлено лишь одним – стремлением продолжать войну против Украины, уверены эксперты. По мнению пресс-секретаря Путина, Пескова, курировавший экономическую политику в правительстве Белоусов, сможет вписать экономику силового блока в экономику страны. Песков подчеркнул, назначение Белоусова никак не изменит военную составляющую. Она остается прерогативой Генштаба. После того, как американцы разблокировали помощь Украине, стало окончательно понятно, что быстро победить не удастся. Война затянется на годы, а значит, надо начинать искать дополнительные ресурсы для ее ведения. Теми, что доступны сейчас, скоро будет не обойтись. Белоусов хорошо знает ситуацию в экономике страны и что-то утаить от него остальным членам правительства будет сложно. Говорить Путину, денег нет, когда рядом с ним будет сидеть Белоусов, теперь не получится. Абаз Галямов, политолог, в интервью изданию можем объяснить. Ждать, что Белоусов быстро наведет порядок в коррумпированном российском Минобороне не стоит, говорят эксперты. Я не думаю, что будут какие-то там, знаете, резкие быстрые изменения. Россия поняла, что коррупция в военном ведомстве – это угроза для достижения ее целей. Поэтому этот вопрос нужно решить. Но я бы не сказал, что это эффективное решение, потому что одними персоналями проблемы в ведомствах не решаются. Самостоятельной политической фигурой Белоусов никогда не был. И уж тем более никакого авторитета среди военных. У него нет и быть не может. Очередная марионетка Путина. Так назвал Белоусова министр обороны Великобритании Гранд Шапс. Сергей Шойгу стал свидетелем более 355 тысяч жертв среди своих солдат и массовых страданий мирного населения в результате незаконной кампании в Украине. России нужен министр обороны, который исправил бы это катастрофическое наследие и положил конец вторжению. Но все, что они получат, это еще одну марионетку Путина. Гранд Шапс, министр обороны Великобритании в социальной сети ИКС. В свою очередь президент Литвы Гетанос Науседа уверен, что решение Путина сменить Сергея Шойгу рассчитано исключительно на внутреннюю российскую аудиторию. Я настолько не верю в этот режим, что не верю и в их мотивацию, их решение. Все это делается для внутреннего рынка, все это делается для продолжения этой войны. И давайте не будем питать иллюзией, что Владимир Путин готов к каким-то мирным переговорам. Он чувствует, что теперь взял на себя инициативу войны. Он видит задержку поддержки Украины со стороны Запада и чувствует себя способным делать то, что делает. Другого способа остановить это, кроме как эффективно поддерживать Украину, просто нет. Главное сделать это быстро. Гетанос Науседа, президент Литвы из публикации издания Делфи. Главной задачей нового министра обороны эксперты называют окончательный перевод экономики России на военные рельсы. Путину нужен человек, который знает, где взять деньги на войну. И главное, как обеспечить приток этих средств в долгосрочной перспективе. Юлия Грановская для телеканала Freedom.